Ежедневный кропотливый труд и вот в свет наконец-то выходит долгожданная монография. Над созданием книги Института монадства в черкеско-российских отношениях доктор исторических наук Фатима Озова трудилась 13 лет. По крупицам, собирая необходимую информацию, она всё глубже погружалась в изучение этой темы. Так как материал очень большой, сохранился, прежде всего, делопроизводственная документация по черкеско-росским отношениям, мне удалось на этом материале проследить трансформации, которую этот институт претерпел за эти 300 лет. Это было очень увлекательно, очень интересно. И я изложила весь этот процесс трансформации в моей монографии. Надеюсь, это читателям будет интересно. А вот Ольга Гудимова в своей научной работе углубилась в фольклорное наследие славянского населения Кубани. В ходе работы над книгой Ольга Анатольевна собрала в одно издание произведения различных жанров устного народного творчества. Эта работа заняла у неё несколько лет. Идея создания такого сборника возникла у работников института давно и стала первой ступенью в создании фольклорных сборников региона образующих народов Карачаева-Черкесии. Это и песни, и пословицы, и поговорки, и загадки, это и обрядовая поэзия, и необрядовая поэзия, это и детский фольклор. То есть я постаралась захватить все жанры устного народного творчества, которые бытуют у нас на территории Карачаева-Черкесии. Всего в этот день презентовали 9 книг и монографии в области истории, языковедения и фольклора народов, проживающих в Карачаевой Черкесии. И если раньше подобные научные труды авторам и составителям приходилось выпускать за свой счёт, то в этот раз работа шла при поддержке Республиканского министерства образования и науки. К слову, представленные научные труды станут отличным подспорьем в изучении этнокультурных и исторических особенностей нашего региона.